Можно ли сказать, что Казахстану больше не угрожает пандемия коронавируса? Стоит ли расслабляться? Или все-таки меры предосторожности все еще актуальны? И когда закончится пандемия? Об этом спросим у известного врача Манжелхе Бердиходжаева. Манжелхе Сайлаович, добрый вечер. И вот по официальным данным мы видим, что количество заболевших заметно снизилось. Реализуется оптимистичный сценарий. Можно сказать, что коронавирус отступает или все еще рано расслабляться? Ну, и уроки истории показывают, что после значительного спада через какое-то время, так же, как и в другой части земного шара, то, что происходит в Америке, в Европе на сегодняшний день, в соседней России, идет значительный рост количества заболевших. И штамм Амикрон, это новый штамм, он начинает вытеснять дельташтамм. И, как правило, в Казахстан эта волна доходит уже примерно к концу, когда другие страны начинают идти на спар, то у нас начинается подъем. Вот так же было и в первую волну, и во вторую, и когда дельта пришла. Поэтому расслабляться, наверное, еще рано, поэтому надо быть более-менее бдительным и соблюдать меры предосторожности. Сейчас наступает пора корпоративов. Как вы считаете, после праздников мы можем получить резкий рост заболеваемости? Тем более, что главный санврач Алматы говорит, что волна штамма Амикрон неизбежна в городе. Ну, главный санитарный врач города Алматы, он редко ошибается в своих прогнозах, да, и он с точностью до недели может предсказать появление нового штамма в городе. Ну, на самом деле, это, наверное, не просто какие-то предсказания, это реальные прогнозы. И учитывая, что в Москве уже Амикрон штамм выявлен, и как это происходило в Европе, после выявления первого штамма буквально две недели и идет уже волна, да. Поэтому новогодние корпоративы, скорее всего, пройдут спокойно, а после новогодних корпоративов, возможно, ну, если меры предосторожности будут очень сильно опущены, тогда, возможно, будет вспышка. Ну, большая часть населения уже привита, есть привившиеся подростки, беременные женщины, поэтому, ну, в какой-то степени, я думаю, что защита обеспечена, но, как опыт показывает, она не стопроцентная защита. Ну, и к вопросу, которым, наверное, задаются все, когда ожидать окончания пандемии? Вообще, есть ли бы какие данные? Ну, наверное, жизнь такая неопределенная штука, да, и делать какие-то прогнозы вещь неблагодарная, так же и как прогнозы КАЗ-гидромета. Поэтому, ну, так же, как и весь земной шар, все население Земли, мы дождемся окончания пандемии, и я думаю, что какие бы прогнозы ни делали народ, и я сам лично буду стараться верить в самое оптимистичное, что пандемия закончится в ближайшее время. Спасибо вам за ответы. С нами на связи был врач-нэрохирург Мэнжил Хэ Бердиходжаев. Мэнжил Хэ Бердиходжаев